Валерий Константинович, вы увлечённый садовод, отличный практик, любящий садоводство. Умеющий выращиваться садоводство. Спасибо. У вас огромный опыт. Ещё раз спасибо. Вас просят делиться, задают вопросы. Вы видите, как я отвечаю. Вот и занимаюсь и тем, что у вас получается хорошо. У вас, смотрите. Вот Татьяна, видимо, у неё, видимо, она всё-таки не из простых крестьян, как мы с вами. Кстати, я крестьянин по обоим линиям. Только, пожалуйста, не пытайтесь подвести под ваш опыт теоретическую базу. Это она ошиблась. Это грамотическая ошибка. Но придираться не будем. Подвести под ваш опыт теоретическую базу, не придумывайте теорию в пику российской науки. Это точно не ваше. Здоровья вам, и пусть ваши питомцы радуют. Я подумал так, как среагировать. То есть не лезть со свинным рывом, калашный ряд. Сейчас посмотрим. Сегодня какой-то получился особый вебинар. Но лишний раз упомянул про разложив все печи, значит, уже не зря. Итак, пользуются временные науки. Я взял первую же фамилию. Лысенко был агрономом. Назначили академиком. Вы пройдите, Иоанн Александрович, пройдите сейчас весь путь. Вы можете стать академиком. Но к тому времени, когда у вас появится власть, авторитет, вы скажете, я потеряла 30 лет. Мичурин так говорил? Лысенко агроном. Мичурин часовых дел мастер. Королёв обычный инженер. Назначили и Мичурина академиком назначили. И Королёва назначили академиком. А Елизарова кто не знает? Гениальное изобретение. Это самое, аппарат Елизарова. Назначили академиком. Ненавидели, но назначили. А Эйнштейн кто был служащий в этом патентном бюро. Всё чужие эти, изобретение всё управлял. Ну, а теперь первый, кто самый гениальный человек на планете? Ненавидели, а потом уже пошли остальные. Вот так вот. Они все назначены. А вы мне говорите это, не лезьте в эту самую. Когда-то это посмотрим, что будет. Итак, пользуются современной науке. Сходите на рынок за фруктами. Отравленный импорт. Я не прав. Где свои? Абрикосы, груши, сливы. А? Ну, вот зайдите, понайдите вы их. Ну, найдите сейчас. Ну, они лежат. Где-то... Они лежат. Я сейчас только тоже скупался, но я их не брал. У меня свои эти лежат. А там в тепле при 25 градусах в магазине Командор. Я каждый день там бываю. Они портятся. Но они так медленно портятся. Я просто поражаюсь. Уже когда сливы завезли, уже месяц назад, они лежат и хоть бы что. У меня через неделю все сливы, знаете, уже гнилые. Только с дерева упадут. А те, которые эти, их есть невозможно. Они кислые. Их же собрали-то зеленые. Саженцы мертво. Рожденные тоже с юга. А мясо? А молоко? А яйца? Я тогда на диету сел, китайскими яблоками отравился. Сколько лет прошло, я помню. Вот. А яйца? Знаете, как я, извините, плевал, когда это самое. И несколько яиц съел. С тех пор вообще все знают, что яйца не... Я только увижу, у меня сразу тошнота. Это чем они накормили? А мясо из чего? А молоко? Это что, то самое парное молоко? И вот что получается. Ничего своего нету. Приехали. И тогда я сказал себе. Ну, уж я последний раз понул эту науку, а потом будем более серьезных вещах. А более серьезных. Минус Анна, мое любимое занятие. Микроклонирование. Абсолютнейший тупик. Миллиардные затраты. Диссертации. Ничего не получится. На улице. Я думал, что начал этот разговор-то. Я показал. Ко мне идет сейчас это. Она же идет постепенно. Они вот так с запада на восток. Там уже в Новосибирске уже теплеет. На Урале уже тепло. Оттуда пришло. И вот так вот эта волна идет. А потом она доходит до меня. Может чуть-чуть смягчается действительно этим самым весом. Чуть-чуть. 1-2 градуса. А у нас Минусинская котловина знаменитая. А в нее как пришел мороз, а ветра-то нет, так остановился и будет стоять. Уже везде будет тепло. А мы будем это самое... А потом окажется... А действительно в среднем-то Крыма-то не отличается от Новосибирска, от Краснодарского? Ну, не считая там микродозы. А как при этом-то... Какое, извиняюсь, микроклонирование? Клоновая селекция, клоновая подвода. То же самое. Потом они... Куда мне... Ну, куда мне со своим рылом-то? Понимаете, я сейчас ниже покажу, чем я занимаюсь, да? И вы будете заниматься. Облучение радиации. Вы представляете? Здоровый организм. Берется какой-то растительный организм. Облучение радиации. А дальше-то... Это же невозможно предугадать, что будет. То, что урод, понятно. Но нам нужен урод, который будет чуть выше морозостойкость. Может крупнее плоды. Как? Надо часть гена уничтожить. А радиация, она или уничтожает, или есть такое слово, слом, или как сейчас? Ну, больше не больше. Короче, она... Этот ген становится такой, что... Ну, как развивалась жизнь, допустим, когда катаклизмы? Вот всё, что было нормальное, всё и погибло, допустим, это... Резкое похолодание. А вот какой-то урод, какой-то урод, вместо того, чтобы погибнуть, как раз оказался вот этот новый изменённый климат, как раз под него. Понимаете, чем речь? Не хочу... Ладно, я бы мог сейчас всё показать вам кое-что. А потом совсем уже вас замучим. Вот оно и облучение радиации. Облучить и смотреть. А что ж теперь получится? Это что? Наука? В этих... Там где-то есть Местонобельская премия, Шнобелевская премия. Вот туда их надо, на Шнобелевскую премию. Травление ядами. Тот же самый принцип. ГМО. Я всегда говорю, если ты, академик, рвёшь тельняшку, я сколько раз по телевизору видел, рвёт тельняшку, говорит, никакого вреда, многолетнее наблюдение. Тараканов-то кто выморил-то? У них же десятка раз чаще меняется это. Нам вот где 50, да, 100 лет надо, чтобы начинать вымирать от ГМО. А что, нас не интересует, что будет, где наши дети, внуки через 100 лет будут? Здоровые или нет? У меня один единственный козырь. Я заранее, Железов, клянусь, своей, я же не могу Богом кляться, но я клянусь своим авторитетом везде. Ни один академик своих детей и внуков кормить ГМО не будет. Не зря говорят, это для нас, вот, нищеброда и этого, не тяги, то есть в скобках бедняка. Это я про нас говорю. Если напишут в ГМО, то вы хрен его увидите вот там вот где, в это слово. А теперь представьте себе, закон, которого никогда не будет. Вот берете вы этот самый, там, где очень много разных, разных, разных. Майонезия очень много разных, разных. Вот. Ну, сразу в голову не придет. Там, где много всего. И вот представьте себе, вот так вот, это вот упаковочка, обычно они, сейчас в баночках, в баночках редко, сейчас в эти, как они, в тюбиках, или как они. И вот представляете, вот так вот, тюбик, да, вот он. Ну, с этим. И вот так вот, огромные буквы, три слова. ГМО. И теперь попробуйте посмотреть, кто его купит. То есть все это, обман и вся эта наука для того, чтобы нас вывести с этого. Ну, как? Мы же, эти, все нас говорят, что мы, как же это называют-то, не то, что неполноценно, генетический мусор, вот. Знаете, когда бомбили, вот, Мишеброд подтвердит, когда бомбили Луганский, особенно этот самый, Донецк, да? А почему нет? Летчик знает, он же берет ракетами, бомбами по кварталам, где живут люди, убивает, живем. Вот он возвращается, а после него развалины, и несколько десятков мертвых женщин, детей, стариков. А почему он так делает? Он знает, что они генетический мусор. Там одни алкоголики живут, да. вот к чему приводит вот эта вот наука. И вот нас заставляет есть отраву всю жизнь с рождения. с рождения. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok